Это мой город Кировск, где я родился. А это колледж, где я учусь. А это я, Анатолий Кириллов, студент Хибинского технического колледжа. А еще у меня есть любимое хобби – журналистика. Я пока не знаю, как я буду зарабатывать себе ножи. Я хочу, чтобы работа приносила и деньги, и удовольствие. А есть ли здесь эта работа? Может ли хобби приносить доход? Какая она – лучшая профессия? Стоит ли начинать собственное дело? Как не стать банкротом? Нужно все проверить на себе. В мини-зоопарк «Пегас» входит список туристических объектов Апатитов. Но прежде чем мы отправимся на экскурсию, предлагаю заглянуть в Апатитский инфоцентр, чтобы узнать, где еще могут отдохнуть жители и гости города. Екатерина, скажите, пожалуйста, за последнее время что-нибудь изменилось в туристической сфере Апатитов? Да, сейчас идет очень активный процесс развития туризма в Апатитах. За последний год у нас открылось несколько новых туристических объектов, в том числе одна мини-гостиница, новая кофейня. И на муниципальном уровне мы поддержали три туристических проекта. Ну и кроме того, открываются постоянно новые программы уже в существующих туристических фирмах. Поэтому можно сказать, что туризм в Апатитах развивается очень активно. А где вообще могут провести время жители и гости города? Можно посетить спортивные объекты, можно заняться активными видами спорта, можно сходить в кинотеатр, отдохнуть на базах отдыха. На некоторых базах отдыха, кстати, теперь есть возможность сочетать проживание и катание на собаках. И вообще в этом сезоне в Апатитах целых три предложения по катанию на собаках. А поподробнее? Первый вариант, самый, скажем, старший в городе, те, кто уже давно предлагает эту услугу, это парк активных развлечений Хибиниум. Вот буквально на выходных я сама пробовала. Потрясающее ощущение. У них упряжка, можно покататься дистанция порядка двух-трех километров. Следующее место нового для этого года, это на базе Костровская. Также запустили они сезон катания на собаках Хаски. У них дистанция порядка четырех километров. И также у нас есть временное предложение от компании «Дикий свободный». У них здесь есть на гастролях упряжка собак. Они катают. Очень интересно, потрясающие эмоции, общение с собаками, фото, движение. Во всем очень рекомендую. А правда ли, что в Апатитах можно встретить даже экзотических животных? Действительно, это так. На данный момент в Апатитах действует мини-зоопарк. Он находится в Старых Апатитах на улице Энергетической, и там можно пообщаться с такими животными, как страусы, ослик, козлики, лошади, ну и сопутствующие друзья нашего человека, собаки, кошки. Контактный мини-зоопарк – это детище Натальи Громовой. Это не только дело жизни, но и маленький зоополярный бизнес. Наталья создала общество с ограниченной ответственностью. Ее хозяйство регулярно навещают жители и гости города. Одновременно с нашей съемочной группой сюда приехали посетители и тут же оседлали четвероногих питомцев Натальи. Я думаю, что лошади добрые, потому что они помощники люди. Наталья, Ваш мини-зоопарк внесли в туристический список Апатитов. Как думаете, почему? В Мурманской области контактного зоопарка нет. В Мурманской области зоопарка нет вообще никакого. А я считаю, что это очень востребовано, потому что северяне, особенно в условиях кризиса, они имеют возможности все выехать, куда-то провести досуг хорошо. К тому же животные – очень благотворная тема. Есть же методы лечения даже животными, не только созерцание их. Поэтому я считаю, что мало того, что это нужно. Мне это нравится, я это люблю, я это делаю с удовольствием, я это делаю для себя, для друзей, ну, конечно же, для тех, которые приходят к нам. У Вас общество с ограниченной ответственностью. Как давно? С 8 июля 2014 года. А вообще трудно содержать животных за полярным кругом? Конечно, это трудно, конечно, это дорого. Каждому животному свой уход и свои корма, конечно, это тяжело. Но мы работаем, мы работаем, зарабатываем им на питание, на уход, стараемся. Местные жители особенно интересуются страусами, отмечает Наталья. Экзотические птицы пришлись по сердцу северянам. Не так давно Фатик, так зовут самца, утратил подругу жизни. На новую спутницу деньги собирали всем миром. А вот гости из других регионов России отдают предпочтение оленю по кличке Джордж. Это один из питомцев Натальи, который развлекает публику не только на своей площадке, но и много путешествует. Вообще, большая часть животных этого зоопарка бывают частыми гостями праздников, которые проходят по всей области. Внимание же нашей съемочной группы привлек козел по кличке Степан. У меня для тебя есть угощение. Нравится? А что вы предлагаете своим посетителям? Мы проводим экскурсии познавательные, мы проводим хорошие обзорные экскурсии. Идея контактного зоопарка прекрасна чем? Что можно не только на животное посмотреть, его можно потрогать, погладить. Можно услышать рассказ о каких-то особенностях не просто вида, а данной особи. Можно посмотреть, где у животного, что находится и для чего оно. А многие люди, оказывается, этого не знают. И когда им показываешь некоторые детали, например, оленьи панты или специальные какой-то ложки оленей, и показываешь, как они ими работают, люди очень удивляются. В хозяйстве Наталии есть и северная лошадка по кличке Конфетка, и ослик Плюш. Это он только на вид маленький, хрупкий. На самом деле Плюш способен выдержать взрослого человека. В чем я лично убедился. В мини-зоопарке есть даже чудо генной инженерии. Редкое животное под названием ослопони. Его зовут Тон, потому что мама в жвере у него. На самом деле это лошадка-загадка. Когда показываешь, говоришь, найдите отличие от ослика. Какие детали у него от лошадки, какие детали у него от ослика. Но он маленький еще. Он поменяет цвет, он поменяет вид, он будет серый в яблоках. Ну, можно сказать, что это в каком-то смысле продукт генной инженерии. Для вас уход за животными – это все-таки бизнес или дело жизни? Помилуйте, какой же это бизнес. На животных бизнеса не сделать никогда. Ну, если, конечно, не эксплуатировать их раз и навсегда. Это личное подсобное хозяйство для себя, для души, для друзей. Это маленький мир. Это мир мой, моих друзей. Здесь очень хорошее сообщество животных. И люди приходят очень хорошее. А вам удается зарабатывать с помощью вашей деятельности? Мы работаем. Работаем в каком плане? Мы проводим экскурсии познавательные, экскурсии с катаниями. У нас маленькая козья ферма. Денег хватает на содержание. И минимальные затраты – купить ведра, лопаты и веники. Все остальное зарабатываем сами другим путем и вкладываем в животных. Спонсоров у нас, конечно же, нет. Спонсоров, я так понимаю, сейчас не бывает. Потому что спонсор всегда хочет получить что-то взамен. Вот. Я так считаю. Но, тем не менее, в страусиху были вложения сделаны. Кстати, всем спасибо, кто вкладывался в страусиху. Но это не апотечания. Апотечаний были, но очень маленькое количество. Я считаю, что если животное заведено, ну, за него надо как-то отвечать, а не перекладывать ответственность на других. Поэтому сказать, ой, помогите покормить моих животных – это не совсем правильно, не совсем красиво. Хотя помощь нам нужна. Помощь нам нужна, и мы приглашаем волонтеров, помощников. Работа у нас интересная, потому что событий много происходит на территории с животными. Тоже познавательная. Конечно, на животных много не заработаешь, но зато сколько позитивных эмоций можно получить взамен от братьев наших меньших проверено на себе.